Российские ученые создали принципиально новую технологию получения лития, редкого и ценного металла. Он применяется в производстве мощных аккумуляторов, в ядерной энергетике и других высокотехнологичных производствах. Все это обеспечило литию колоссальный спрос. Так, начиная с 90-х годов, его потребление каждые два года удваивается. Однако у использования этого металла есть огромный негативный эффект. Для его добычи руду расщепляют серной кислотой, что крайне опасно для экологии и очень дорого. Ученые из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского разработали новую, полностью российскую и при этом экологически чистую методику извлечения лития. Разложение руды производится не серной кислотой, а бисульфатом аммония. Взаимодействие бисульфата приводит к образованию сульфата аммония. А сульфат аммония, в свою очередь, при нагревании до 250 градусов, обратно превращается в бисульфат. Именно в этом состоит механизм получения карбоната лития. Данные о научном открытии Института Вернадского были опубликованы в июне, и ими сразу же заинтересовались промышленники. Дело в том, что в феврале Росатом и Норникель получили права на использование месторождения лития в Мурманской области. Оно настолько крупное, что обеспечит все потребности России в этом ценном металле. Усложняла разработку как раз опасная и дорогостоящая технология добычи. Теперь, вероятно, Мурманская область станет первым в мире регионом, где применят принципиально новый экологичный способ добычи лития. К тому же он и экономный. Ориентировочно его внедрение сократит затраты на получение ценного металла почти в два раза. Продолжение следует...